здравствуйте друзья понедельник ед на работу хорошо у нас тут в стране события происходят и мне говорят там выскажитесь что вообще что происходит и с одной стороны как бы пол полный интернет описаний того что происходит ну давайте я как-то прокомментирую может быть единственно что знаете что давайте может быть на на улицу камеру повернул так чтобы солнышком лучше разобраться и вам тоже видео раз так разнообразить что происходит как бы затрат состояла в том что решили снести там в штате верчения решили снести памятник генералу ли который командовал армией конфедератов в гражданской войне стало быть он является таким символом знаете ну вот как бы расизма что ли рабство расизма плохого отношения к черным и так далее и вот представьте себе представьте себе что вот большевики победили в революции да вот была гражданская война так гражданская война была большевики победили но вот в отдельных местах где было наиболее сильное сопротивление со стороны белых стоят памятники колчаку деникину государь императору там николаю второму там и и так далее вот представьте себе такую ситуацию значит вот могли ли большевики например смириться с тем что такое стоит нет они их посносили все но может быть деникину и колчаку и памятников и вовсе не было но государь император то было много и другим государем императором все нафиг посносили в америке такого нет чтоб все посносить стояли себе памятники ну типа как бы сказать историческое такое наследие ладно но дальше вот в общем короче решили вот снести решили снести потому что с одной стороны как бы оскорбляет чувство так сказать а про американцев с другой стороны действительно эти памятники они становятся как бы местом сборищ и поклонений вот всяких таких фашистских правых элементов что тоже имеет место быть и вот то что потом последовало как раз подтверждает это когда сказали что по памяти решили что памятник надо снести в защиту памятника стали собираться люди со всей страны стали собираться не то что там только местные вот это движение alt-right такое можно сказать современное такое вот правое движение и под лозунгом что мол право и объединяйтесь они там собрались прошлись с факелами вечерком так найти хорошо напоминает как вот куклы к складу например там ведь это не случайно все конечно то есть это они хотели продемонстрировать свою силу они чувствуют что их время пришло собственно вот это их их президент власти это как бы у них абсолютно уверенность такая что это вот именно для них все и когда говорят что вернуть америку обратно да там или как-то в make america great again они имеют ввиду что это буквально вот это и значит что черные должны знать свое место что в общем белый человек должен быть как бы в одной позиции а все остальные шушером другой то есть они это так и понимают у них у них какой-то в этом смысле нет проблем они это вслух говорят и проговорили раньше и продолжают говорить сейчас после того что там произошло значит что произошло они там собрались значит подемонстрируют соответственно с той стороны как бы с со стороны борцов там за права человека там и либеральные всякие движения и так далее стал собираться . мы контур движения они там собирались папа подемонстрировать стали возникать драки надо сказать что когда вы смотрите когда вы смотрите в кадры того как там это все произошло кулачные такие там были стычки они там со щитами они готовились они со щитами они в касках таких железных металлических вот они там такие не знаете бойцовские перчатки и так далее то есть люди шли сознательно чтобы подраться то есть это как бы заложено было в основу но короче местные власти виде такое дело запретили их вот эту вот как бы стычку и случку и в общем сторонники тех и других разбрелись по городу разбрелись они по городу ну поскольку разрешенного у них нет такого так они по улице просто шли не не заходя на проезжую часть они просто шли по улице вот по одним улицам одни по другим улицам другие то есть ничто не предвещало какой-то кровавые концовки шли себе и шли но тут вот подъехавший из штата агайо молодой человек который как выясняется задним числом был обожателем гитлера и носителем таких вот но фашистских взглядов так скажем тут есть такой термин white supremacist то есть человек который за превосходство белой расы так скажем вот эти вот white supremacist они как раз существенную существенную роль играют во всем во всем в этом вот деле можно сказать что куклу склановцы но как бы вот для них есть отдельное слово они может быть не члены куклу склана как-то отдельно и вот он на своей тачке драны въехал в толпу еще раз все эти кадры есть это все снято с разных позиций там люди снимали так далее из того что я вчера смотрел сегодня с утра не не смотрел вчера смотрел 19 человек раненых и женщина погибла на месте хорошая красивая белая женщина 32 года такая душевнейший человек там как ее описывают люди и так далее в общем такая ну что теперь женихом там было оборвалась жизнь и там еще пострадавших там пять человек находится в госпитале в критическом состоянии то есть может быть количество смертей увеличится еще два человека погибли это полицейские которые ну там с вертолета как бы там обозревали местность и погибли в результате аварии вертолета так тоже бывает в общем да ну вот случилось такое соответственно но все ждут что 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 как власть отреагирует что чего значит и тут трамп играя в гольф но там не во время игры находясь так сказать в отпуске на своем там гольфом поле он выступил с такими словами что он осудил ненависть ненависть то есть он не сказал я осуждаю там вот этих вот white supremacists я он не сказал я осуждаю фашизм я осуждаю экстремизм там и так далее он сказал я осуждаю ненависть и в этом сказал он виноваты в обе стороны обе стороны виноваты фашисты и антифашисты вот если бы фашисты не вышли на свой митинг то может быть ничего бы и не было но если бы они вышли а антифашисты допустим сидели бы в кустах так тоже бы ничего не было знаете то есть обе стороны одинаково виноваты Да, я вспоминаю, знаете что, лет 10, а может и 15 назад читал, что в Австрии был какой-то там опрос общественного мнения, выяснилось А Австрия это такое место, вы сами понимаете, что там творилось во время войны И, короче, 40% населения Австрии считают, что в Холокосте виноваты сами евреи Понимаете, ну вот не было бы евреев вообще, и Холокоста бы не было, или допустим не были евреи такие мерзопаксные, так никто бы их и не трогал Понимаете, 40% считают, что виноваты сами евреи Вот это 40% удивительным образом совпадает с теми 40% которые поддерживают нашего боссмана Ну, Трампа в смысле, да Значит, какое-то такое удивительное совпадение из страны в страну, значит, вот поддерживают, считают Ну, конечно, это же либералы все, вот они, это же все из-за них Но, короче, да, возвращаясь к Трампу и чего он там сказал Он там сказал три вещи, которые интересны Значит, первое, что он отказался осудить правый экстремизм, фашизм, расизм и так далее Он как бы на одну доску поставил вот этих и тех, кто им противостоит в стране Это первое Второе, что это возмутило вообще всю страну И республиканцы, и демократы, все возмущены, и все говорят, что это безобразие, что он не осудил и так далее То есть масса негативная Вся его команда бежит его выручать Там Пенс, вице-президент, там кричит, что осуждаем Генеральный прокурор, там, значит, у нас Сэшнс говорит, что самые жестокие меры примем, там, и так далее, и так далее То есть все пытаются как-то закрыть вот эту брешь А он в этой брешь, и как бы, а он их на одну доску поставил, этих и тех Дальше он сказал, что ненависть была всегда Ей нет места в нашей стране, не должно быть места в нашей стране, но она всегда была, говорит он И при Обаме было, и при Трампе, тут дело не в Обаме и не в Трампе Сказал он, понимая, понимая, что это он все сделал Он вел избирательную кампанию, основанную на ненависти, на страхе, на лжи Он не такой дебил Он отлично понимает, как он победил на этих выборах Он возбудил вот этих всех, он их раззадорил Ну, конечно, не в такой степени, чтобы они шли там погромы устраивать Понимаете, но он погромщиков-то тоже поднял Это же и есть то, как он, как он, он же и создал это все И он говорит, я тут вообще ни при чем, говорит он И он два раза повторил, не один раз, он два раза повторил Вот это обе стороны Обе стороны, обе, они виноваты Понимаете? И дальше он говорит, а я вообще ни при чем, говорит он Вот это и при Обаме было, мол, такое и так далее Вот, и дальше произошло вообще потрясающе Дальше он начал рассказывать, какие светлые перспективы ждут страну под его президентством Вот уже буквально завтра, вот уже вот компании какие-то к нам идут Со всего мира рвутся, чтобы нам тут рабочих местно создавать И что там еще А какие-то соглашения торговые, значит, пересматриваются в пользу того, чтобы нам там больше перепало В общем, короче, обычный его вот этот вот комплекс Человека с низкими рейтингами Который пытается их, значит, поднять независимо ни от чего И у него любая возможность для этого как бы ему годится Вот он пошел вот эту вот свою ахинею нести И Я, честно сказать, не думаю, что Трамп кого-то удивил Вот эта его зашкаливающая неадекватность Она сравнима только с не менее зашкаливающей неадекватностью его сторонников Которые его поддерживают, поддерживают независимо ни от чего То есть, понимаете, уже зашкаливает Но Ну, в общем и в целом я хочу сказать, что на республиканской улице, конечно Реакция очень хорошая и правильная И, в общем, грех жаловаться И республиканцы там в Конгрессе, и демократы И, в общем, как бы абсолютно никаких там расхождений по этим делам у них нету И все такое Но вот конкретно президент в данном случае Имея возможность что-то такое сделать Ну, как бы Возможность у него была Он ей не воспользовался Больше того То, что он ей не воспользовался Подхлестывает вот этих вот Значит Они теперь Когда там? 11 сентября, что ли? В Техасе собираются Там у них очередная, значит, сходка будет И так далее То есть Как сказать Да, они как бы открыто говорят об этом Что вот, мол, да То, что он нас не осудил Говорит о том, что он нас фактически поддерживает Ну, в неявном виде Я читал Интервью с Дюком Это человек, который был раньше Руководителем Куклукс-клана Не так давно еще был И он так прямо говорит, что Это наш президент Это мы его избрали Это он нам обещал вернуть нашу Америку Он нам обещал И вот пусть он в зеркало посмотрит И спросит себя Чьи голоса привели его к президентству? Наши? Или вот этих вот либералов? Там, социалистов? Вот пусть ответит на вопрос То есть, они оживились Встрепенулись И, как бы сказать Получили дозу адреналина Дополнительную Они перестали ходить с масками на лице Как вот ходили куклуслановцы Они не собираются лиц своих скрывать Это их время пришло Они так, открыто, с лицами С касками, значит, там С кастетами, с кулаками Перчатками, с дубинами И так далее И еще, слава богу, ни стрельбы там не было Могло бы и до этого дойти Ну, в общем, такая вот история То есть, можно пытаться логически все это осмыслить Давайте я, раз к солнышку нет, разверну камеру Можно пытаться логически это осмыслить И задаться вопросом Таким традиционным русским вопросом Доколе? Да? Вот такое может вообще происходить Но ответ такой Вот до Толи Что вот эти 40%, ну, не важно 37, там, 38, 40 Вот эти вот люди Они в восторге Понимаете? Они в восторге До тех пор, пока есть вот эти восторженные У него, у Трампа Есть некоторые рычаги Влияния на членов Конгресса На тех людей, которых избирают На губернаторов, там, и так далее Потому что 85% избирателей республиканской партии 85% Напоминает 86, правда? Вот мы знаем Вот, они его поддерживают Мы не говорим про всю страну Где этих, там, 40 Или, там, 37 Но мы говорим про конкретно партию И в этой партии 85% его поддерживают Я думаю, что, вот, если мы посмотрим, например, на 33-й год Германия, 33-й год Три партии Коммунисты, социал-демократы И, значит, нацисты Примерно поровну Вот там, чуть-чуть, там, вот, чуть-чуть, чуть-чуть Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть Гитлер больше набрал Чуть-чуть-чуть И, вот, было тогда в Германии 500 тысяч евреев На тот момент Ну, сколько там право голоса имеет, я там Понятно, что не все Ну, допустим, я не знаю Давайте в процентах Может быть, там было 10% евреев Которые, вот, голосовали за Гитлера Ожидали от него чего-то Экономики хорошие, там, еще что-то Им говорили, да он же погромщик Посмотри на этих штурмовиков Посмотри на всю эту сволочь А они говорят, ой, да это не ты Ай, это, гешефт сейчас будет какой-то И они голосовали За Гитлера И люди, которые Просто немцы, голосовавшие за Гитлера В основном Они не были погромщиками Они не были штурмовиками Они не были Знаете, сторонниками того, чтобы людей там В газовых камерах Или там в печках сжигать Они абсолютно не были вот такими экстремальными Этого не было близко Понимаете? Они голосовали за Гитлера Потому что что-то такое они себе там напридумывали Понимаете, вот тут вот Так что Это, кстати, объясняет Почему 90% США 90% евреев голосуют за демократов То же самое с афроамериканцами 90% афроамериканцев голосуют за демократов Евреи почему? Потому что это те же самые люди Которые ненавидят черных Они же ненавидят и евреев Это как бы исторически всегда присутствовало И Эти самые вот демонстранты Как сказать Защитники памятника Они кричали не только лозунги Они выступали Вот у них демонстрация была Не только под лозунгами Антииммиграционными И анти Как бы черными там и так далее Российскими Они еще были У них еще лозунги были антисемитские тоже Это те же самые люди Понимаете? Вот я смотрю там на На нашу иммиграцию Там, да? Вот блогеры многие Там за Трампа Трамп Нам Вот русскоязычным в Америке За Трампа голосовать Это как еврею за Гитлера Понимаете? Они думают, что они белые Да они иммигранты Они нечисть От которой надо землю освобождать Американскую С точки зрения вот этих вот пацанов Они себя белыми возомнили Так что В общем, такая вот интересная история Не знаю, что сказать Мне Светлана говорит Миша Она говорит Ну что-то из этого будет Ну вот что-то произойдет Вот какой-то сдвиг Многие пишут, что это какой-то поворотный пункт Какая-то точка поворотная Когда общество уже независимо от этих всех Общество Должно сказать Мы так не можем жить Это надо менять Это так Ну что-то должно произойти на уровне общества Мы должны вот эту фашистскую нечисть Даже если ее сверху Там президент Теперь не хочет гнобить То мы должны сами как-то это сделать Ну вот Как общество Это бывало раньше В истории такое бывало Но Ну 40 процентов 85 процентов Избирателей Это одной партии И зависит все на самом деле Вот что из этого получится Вот из этого Все зависит от колейдоскопа Как бы событий в твиттере То есть появится что-нибудь новенькое И как бы средство массовой информации Переключится на новенькое И опять новенькое И снова новенькое И так далее И казалось бы вроде цирк-то у нас давно И клоун на арене каждый день Но каждый день что-то новенькое Понимаете И может оказаться, что вот так оно уйдет куда-то Неизвестно куда И замылиться, замылиться И опять замылиться И все это Не потому что оно незначимо А потому что появится нечто Которое может быть не менее значимо Вот у нас тут война Скорее как бы намечается обострение Вот он сейчас в главнокомандующего играет Сейчас говорит Мы вам тут вообще пасть порвем И так далее Это кому-то нравится Вот есть люди, которым нравится Даже вот в течение двух дней Чуть-чуть рейтинг вверх пошел Понимаете Да за рейтинг можно не то что Северную Корею Можно вместе с Южной Рейтинг дороже стоит Чем вот это вот Северную Кому они там нужны Поэтому Посмотрим Вот Не знаю, что из этого выгорит Как бы в плане изменений в стране Не Но Вот этот как бы абсолютно единый фронт Который мы видим Против расизма Против Вот этих вот White supremacy Там и так далее Он радует Это радует Но Они не в состоянии Называть вещи своими именами Вот эти вот Которые справа Республиканцы Они не в состоянии сказать Наш президент И сказать пару слов Кто у них президент Они пока Они так не могут Они говорят правильные вещи Что вот нет расизма Там туда-сюда Там Мы тут примем строгие меры И так далее И так далее Это мы все слышим А вот Сказать Кто это все сделал Они не могут И сказать что Кем же надо быть Чтобы вот так отреагировать Они тоже не могут Слушайте Тут так занято все У нас правда класс С утра Да Ладно друзья Я отправляюсь на поиски Адекватного паркинга А рассказ о том Что случилось в Шарлосфере Мы будем считать законченным Счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому